Сегодня 85 лет исполняется организации, без которой трудно представить комфортную жизнь на севере. Некогда небольшое учреждение, центральная окружная аптека номер 22, выросла в крупную сеть аптек и аптечных пунктов города и округа под названием Ненецкая фармация. Коллектив по праву гордится своей богатой историей и первооткрывателями. С фармацевтами пообщалась наша съемочная группа. А вот Татьяна Пелистратовна молодая у нас. Это вы где? Я на складе работала со временем. На этой фотографии молодая и красивая Татьяна Соколова отпускает дефицитные лекарства. Когда-то в далеком 67-м году юной 19-летней девушкой она приступила к своей трудовой деятельности. Начинали мы со старой аптеки, когда была деревянная у нас аптека. Начинался рабочий день, приходили на работу, у нас за каждым почти была закреплена печка, чтобы был истопник, но надо было ее дотопить, закрыть, чтобы было тепло. Старая аптека, а точнее аптечный пункт сначала находился на лесозаводе, потом в здании окружной больницы. И только в 1939 году было построено одноэтажное здание. Именно там Татьяне Калистратовне посчастливилось познакомиться с той, что заложила первый кирпичик. В это нелегкое дело. Организатором первой аптеки в округе Любовью Грек. Это ее портрет на памятной табличке можно увидеть при входе в центральную аптеку. Когда я пришла на работу, ну как, ее приглашали, был то ли юбилей, то ли наш, я даже вспомнить не могу точно. В общем, у меня молодая еще была, только-только, с училища. Меня попросили подарить и подарок там, ну и так взаимно, как бы от поколения к поколению передалось. Свою миссию тогдашнее молодое поколение выполняло на отлично, о чем свидетельствуют заслуженные награды самых высоких уровней. Например, в 82-м году окружная аптека получила бронзовую медаль ВДНХ за хорошее обеспечение населения медикаментами. С тех пор планку окружные фармацевты не опускают. Потому что, во-первых, сохранены традиции. У нас остались еще ветераны, которые передают свой опыт молодым. Молодежь у нас остается и такой задор нам передает свой, потому что молодежь приходит с горящими глазами, она хочет работать, что всех нас очень так подстегивает, стимулирует. Ну и, наверное, потому что мы все просто очень хорошие. Сейчас таких профессионалов в Нениской фармации трудится более 60 человек. Государственное унитарное предприятие имеет в своем составе три аптеки, 18 аптечных пунктов на территории города и Нениского округа. В одной из них на лесозаводе более 40 лет работает Людмила Цепковатая. В 73-м году, окончив Архангельское училище, юный фармацевт пришла на любимую работу. Там печечки были, печки топили, прохладненько было, голод, зимой особенно. А много ходило народу? Ну, народ ходил, лесозавод был, работал же тогда в три смены, так что народу здесь много было. И ходили люди, да, рабочие ходили. Вот и сейчас, как смеясь говорит Людмила Александровна, сюда не зарастает народная тропа. Ведь люди ходят не только за лекарствами, но и за добрым советом. Ну, народ любит, придет, поговорит, нравится. Они уже привыкли ко мне, считают, как родным человеком. Любите бы сейчас свою работу? Ну, конечно, если отработала 40 с лишним лет, так, наверное, люблю. Не работала бы, наверное, если бы не любила. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры делал DimaTorzok